В центре архангельская женщина пострадала от упавшего с крыши льда. По словам очевидцев, снежная глыба сорвалась с карниза торгового центра Троицкий пассаж. Раненой в результате происшествия северянки понадобилась помощь медиков. На место ЧП прибыла карета скорой помощи. Сейчас место происшествия огорожено лентой, но пешеходы продолжают ходить по опасному участку тротуара. Сегодня в Архангельске остановлена работа транспортной переправы, соединяющей Маймаксанский порт и остров Хабарка. Это сделано из-за большого выхода на лед воды. Возникла угроза для движения автотранспорта. Будет ли переправа работать дальше или нет, решит специальная комиссия. Сегодня до 18 часов ограничено движение по одной полосе в сторону Соломбола в районе дома 22 по улице Самойла. Там спиливают старые тополя. Они давно уже представляют угрозу как для транспорта, так и пешеходов. В 2016 году специалистами округа было обследование аварийных тополей, находящихся на территории общего пользования. В настоящее время происходит свод аварийных тополей, представляющие угрозу для населения и автотранспортных средств. В преддверии Арктического форума президент России Владимир Путин посетит землю Франции Иосифа. Глава государства проверит результаты уборки и пообщается с экологами. Поездка на Архипелаг станет для президента второй. Он посещал остров Земля Александры в апреле 2010 года. Тогда Путин обратил внимание на проблему загрязнения Арктики и инициировал программу по ее генеральной уборке. Напомним, с 2012 по 2015 годы с территории нацпарка «Русская Арктика» было вывезено более 42 тысяч тонн разных видов отходов, проведена техническая рекультивация земли. В 2017 году очистка загрязненных участков островов архипелага Земля Франции Иосифа продолжится. Правительство России отказалось поддержать инициативу депутатов Архангельского областного собрания об отмене внеплановых проверок бизнеса. Согласно законопроекту региональных парламентариев, если в ходе первой проверки нарушений у бизнесмена не находят, контролирующие органы должны заранее сообщать о будущих визитах. Но Минэкономразвитие отказалось рассматривать этот документ. По мнению Москвы, отсутствие контроля может спровоцировать бизнес на нарушение законодательства. В Архангельском доме молодежи проводятся большие ремонтные работы. Уже практически полностью обновлены помещения в административном блоке, санузлы и канализация. Меняется большой концертный зал, а малый будет полностью адаптирован для проведения федеральной программы «Ты предприниматель». Всего на реконструкцию потратят около 220 миллионов рублей. Наша цель в течение 5-7 лет превратить дом молодежи в мультиформатную площадку, на которой могли бы располагаться и тренажерный зал, и хостел, и концертный зал, и тренинг-зал. Муниципальное предприятие «Водоканал» объявило конкурс на самый оригинальный эскиз водопроводной колонки для Архангельска. Северянам предлагают продемонстрировать бурную фантазию. Из-за замены старых железных колонок на электронные и подогреваемые и объявлен творческий конкурс. Эскизы можно присылать на электронную почту «Водоканала». Заявки принимаются до 9 апреля. Работы пяти финалистов будут опубликованы на официальном сайте предприятия. По итогам всенародного голосования и определят победителя. И предприятие «Водоканал» информирует. В связи с ремонтными работами на сетях будет организован подвоз воды в дома по адресу улица Сувтина 4 и 6 после 17 часов, на улицу Театральная 43 после 18 часов. Архангельский «Водник» одержал решающую победу над командой «Уральский трубник» со счетом 5-3. Тем самым наша дружина завершила борьбу в четвертьфинале в свою пользу. Итог серии 3-1. В полуфинал чемпионата России «Водник» вышел впервые за 12 лет. На этой стадии его уже ждет команда «Байкал. Энергия» из Иркутска. Завтра в Архангельской области ожидается переменная облачность. Ночью небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-западный, умеренный до сильного. Температура от 2 до 5 градусов выше нуля. Тип погоды второй благоприятный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова